Почти 500 дружинников сегодня помогают чувашским стражам порядка. Сегодня впервые в республике выбрали самого лучшего добровольного помощника. Добровольные помощники стражей порядка работают во всех муниципалитетах. И каждый район делегировал на конкурс самого лучшего дружинника. Среди заданий знаний законов, относящихся к правоохранительной работе. Демонстрации физических навыков, силы и меткости. Чебоксарец Руслан Данилов в рядах народных дружинников с 2015 года. Говорит, что пошел на эту работу по зову сердца. В дружине мы осуществляем охрану общественного порядка по территории города Чебоксара. Также участвуем в охране массовых мероприятий, проводимых городом, республикой. У нас проводятся тренировки по пулевой стрельбе в тире. Также стреляем. Сегодня стрелял, думаю, неплохо. В народные дружины вступают студенты, простые граждане и, конечно, бывшие сотрудники полиции. Есть и ограничения. Человек должен быть совершеннолетним, не иметь судимостей. Добровольные народные дружины оказывают неоценимый вклад и помощь правоохранительным органам в обеспечении и охране общественного порядка. А конкурсы эти, само собой, нужны для того, чтобы, во-первых, нам лишний раз встретиться и пообщаться, для того, чтобы они сами находились в тонусе. Они же здесь и бегали, и прыгали, и тренировались, оказывали помощь первую медицинскую. 18-летнюю студентку медколледжа Яну Федорову в ряды добровольцев взяли с удовольствием. Она отличный помощник участковых. Первое дежурство дружинница помнит до сих пор. Мой первый рейд прошел с участковым. Мы ходили, клеили листочки. Затем увидели в подъезде пьяных мужчин. Мы их поймали, задержали, писали на них протокол и дали также штраф. Работают дружинники только вместе с полицейскими. Определенной зарплаты за свою деятельность не получают, однако особо отличившихся добровольцев поощряют. У нас было 50 рублей в час. То есть, выходят, одежурят 50 рублей в час. После, значит, поддержки депутатского корпуса нашего района, теперь 100 рублей в час. Также у нас имеются льготы. Это посещение культурного доступа в учреждении бесплатно, а также свободное посещение физкультурно-спортивных комплексов и так далее. Но самое главное для этих неравнодушных людей – осознание того, что они делают свою малую родину чище и лучше, а жизнь земляков спокойнее и безопаснее. Олеся Русакова, Бахтияр Велиев, Республика.